Всем привет, зрители и подписчики. Канал на YouTube. Так, у нас сегодня 29 ноября, воскресенье, да? Да. Так, ну что? Всем привет! Да, всем привет! Детки! Время уже обеденное. Время, в принципе, да, уже обеденное. Мы начинаем снимать. Сегодня попозже встали, да, отдохнули. В выходной день. Полежали в кроватках все. Да, поэтому у нас сегодня такой день отдыха был. Кто-то проскидала все. Дочь. Какой же штука куда-нибудь? Я играл. Ты играл? Во что ты играл? Ну, потому я эту штуку. Ну, потому я играл. Не знаю, что потом посмотрим. Да, снимаем, почему-то даже на Сереже телефон, потому что у меня на телефоне тоже места нету. Камера забита полностью. А вот, потому что это буквально не дало. Да, супер. В Галентаре появилось такое солнышко вообще здорово на улице. Не боимся. Да, прогуляться с ней сходим, да? Канал на спятые? Ну, сейчас. Ну, чуть-чуть, что-то можно. Туда-сюда, да, мне надо спать уже. Их. И я поеду. Поеду, поеду, никуда не поеду. Да, Илюш? На улице пойдем, потому что, да, потом при Илюшке мы не проговариваем это. Да, потом сходим на улице погуляем. В принципе, на сегодня никуда особо не пойдем. А, ты говорил про этот... Ну, что он промует... Ну, что-что... Что не с вами не будет сюда попасть. Да. Скажи, обидно. Было бы хорошо бы сходить, но так вот получилось то, что... Да. Эх, обидно. Ну, ладно, здесь только было бы интересно посмотреть, да? Ладно, еще что-нибудь будет. В такой, не знаю, вот посмотрим. Такую погоду в футбол-то что? Нет, ну... Почему? Если потеплее одеться. Да, нет. И я приезжаю. Посмотрим, посмотрим. Ладно, хорошо, посмотрим. Ираник может порядок-беспорядок наводит, да? Кстати, обнаружил ли ему телефон, который мы так долго искали. В сумке. В сумке моего брата, да. Брат уехал в Белоруссию сегодня. А, сегодня с утра, да. Он позвонил и говорит, так... Не говорит, телефон у меня вот в сумке отлежит. Видно, Вероника наша. Не в сумке, а в кармане покалом. В кармане покалом, да. Видно, как она пихнула туда. Вот я полезла за салфетками, говорит, мой телефон отлежит. Не понял, что это за телефон. А то у вас пойму, что вот вышескали телефон. Также, просто я говорю, если это был бы Ильюша, как бы, конечно, он помнит это, что это было доделать. А это, видно, наша красавица Вероника. Вот так, бах! Запихнула и все. Брат третью неделю вернет телефон. Да, Слава уж нашелся. Просто мы боялись, что мало ли мусорку выкинула. Вот это бы его все боялись. Это все ерунда. Дома была нашла в любом случае. А вот мы боялись, перерывали всю квартиру, нигде нету. Боялись, что выкнула Вероника нам мусорку. Так, ну что, монтирую в локу. А, перекидываешь еще. Да. И увидимся немножко попозже. Да, попозже. Так, ну что, Вероника нашу лила спать, а я себе сделала мазочку для лица. Не знаю, будет хорошо видно, не хорошо ли будет. Видна такая маска. Сейчас вам покажу, что я делала. Белая, как глина, именно ложится. Так, как раз был вопрос такой у меня по поводу косметики. Отзывы, с чем я пользовалась и что я могу уже посоветовать. И как понравилось, если мне не понравилось. Так, делала я вот эту вот маску. Очищаю маску для лица с лечебной глиной. Сейчас на лице она меняется. То есть, я пойду смывать ее. Что касаемо этой маски. Ну, пользуюсь ей не так давно. Всего, сколько? Я использую ее раз-два в неделю. Ну, получается, где-то четыре раза, наверное, я всего на все ей пользовалась. Поэтому, сказать, пока особо. Конечно, лицо после нее чистенькое, такое мягенькое. Но пока, сказать, что это прям эффект там супер какой-то есть. Там сказать не могу. Что касаемо, например, также вот такой вот пилинг для лица. Да, после него лицо сразу становится намного посветлее, белее, чистенькое. Прямо такой вот дышит. Ну, опять же, пока про эффект говорить особо рано. Потому что пользуюсь им не ежедневно. Также шампуни. Шампуни для волос. Шампунь и бальзам. Сибирская коллекция. Я брала для роста волос. Но, в принципе, как я говорила тогда, когда снимала обзор, то, что я покупала, что мне посоветовали, потому что оно это как лечебное для волос. Не знаю, как сказать. Пот у нее волосы мягкие, шелковистые. Голову у нее не сушит. Аллергии никакой нет. Аллергических реакций не вызывает. Но шампунь как шампунь. Особого результата пока я, сказать, там какого-то не заметила. Что касаемо вот этого корня. Корень. Это вообще-то, я не знаю, идеальное средство, наверное. Все, что я пробовала, он, во-первых, подходит для всего. Он, по-моему, подходит и для лица, и для спины. В плане там мазать места прям проблемные, когда болит спина. Для детей при простуде я отмазала детками грудь и ножки мазала. Просто супер. От этого средства я просто в восторге. У меня, я говорила, когда я голову, что болела спина, мне Сережа мазала именно этим корнем. Его надо хорошо перемешать, потому что там, получается, на низу находятся эфирные масла. И просто результат потрясающий. Честно говорю, советую всем, у кого есть возможность приобрести такой вальзам. Там он очень широкого спектра действия. Почитать про него просто изумительное средство. Также, что касается у нас такого вот тоника для лица. Так. Протираю я ежедневно. Отшелушивающий тоник он называется. Когда его наносишь на ватку, ну, на ватный диск, например, да. Честно, я начала, когда первый раз нанесла, подумала, что он как мыльный. Он реально такой, не просто, ну, как вода, например, обычная, да, как тоники обычные. А он такой, как немножко мыльный раствор. И получается, что на лице, как же я не мыла, ничего там нет такого. Но очищает просто очень хорошо лицо. Ударяет все с него. Так. Также я хотела посоветовать маску. А, маска для лица. Вот такая, от черных точек. Ну, маска, в принципе, как маска. Мне нравится, конечно. Но сказать такого, что тоже результатом, прям, какой-то супер, там, на данный момент пока не могу сказать. В принципе, у меня особо тут черных точек нету. Она так ждет, как и черные, именно. Поэтому, в принципе, я ее попробую, пользуюсь ими, как нам нравится. Крем для лица. Это такой крем. Я потому что показывала, матирующий крем-гель. Я вот тоже могу очень посоветовать всем. Вообще здоровский крем. Подходит очень хорошо под основу, под макияж. Так как я не пользуюсь особо тональными кремами и пудрами, как вы уже это знаете. Для меня это вообще идеальная вещь. Намазался им перед выходом на улицу, там, когда делаешь макияж. Просто здорово. Также я им пользуюсь просто по утрам. Там абсолютно встала, там лицо умыла, протерла, намазалась кремом и просто супер. Честно, мне очень нравится. И также могу похвалить вот этот крем. Облепиха и крем масла для тела. Это просто, я не знаю, здорово сказать. Просто для меня, например, находка. Я им пользуюсь как для рук, как для увлажнения кожи, там, ног, тела. Запах потрясающий. Просто он такой густой. Не знаю, получится у него открыть, не получится. Владик! Сыночек! Помоги, пожалуйста. Так, ладно, сейчас мы... Открыли крем, пожалуйста, вот этот вот. Так. Куда-то сворачивать. Так, молодец. Вот он такой вот густой на вид, он не жидкий, не в раме, не декучий, ничего. Его размазываешь на по телу. Просто запах такой, я не знаю, непередаваемый. Когда, правда, вот, как-то даже персика, я сказала бы, облепиха. Одна облепиха, там, запах такой, не скажешь, что он как-то вот персиком он дает. Изумительный для рук, просто для ног, да, вообще, улажнение для тела просто здоровское. И вот это я вот всем готова посоветовать. Честно, вот пользуйтесь, если у кого есть возможность, купите, привредите изумительное средство. В принципе, об остальном, говорю, пока вот я ни в чем не разочаровалась, ни в раме. Но могу выделить уже буквально, на данный момент, стоят три позиции. Это вот крем для лица, корень и вот этот крем облепиха для тела. Остальное я не хочу сказать, что все это плохое, все, все хорошее. Продукция, в принципе, хорошая. Но то, что пока я на данный момент, что я вижу результат, именно от этих вот трех позиций. Этим, конечно, пользуюсь, но еще, может, просто маленькое количество времени. Может быть, еще, да, не ежедневные же процедуры, проводшие особенно с кремом, с пилингом и с масками. Поэтому, может быть, еще не такой вот результат в моем виде. Но тем более везде, например, написано, что не менее двух недель надо использовать. А получается, что, например, как раз вот только-только крем-маск, например, пилинг, я такой, еще использую только две недели всего-навсего. Так, в принципе, такой вот небольшой обзорчик. Хотела сказать то, что мне понравилось. Кажется, был такой вопрос, какой продукции я могу посоветовать, какой продукции я уже довольна. Поэтому такой вот небольшой обзорчик. Так, пошла я смывать свою маску. А, кстати, хотела еще показать. Вчера приготовила, на кухне положила и забыли, когда прощались. Время было на камере мало. Вот такой мне вчера подарок сделал мой сыночек Владик. А ко дню матери такую бабочку красивую мне подарил наш зайка. Делали мне в школе ее. И специально прятал он ее до праздника дня мамы. Такая вот красота. Итак, я уже приехала в метро. В принципе, с моей дома не стали. Вероника вообще расплакалась, разоралась. Среди спала, заснула довольно-таки хорошо. А потом проснулась, начала орать. Сережа, выкладывала ее. И вот сейчас уже подъехала в метро. Куплю то, что хотели. То есть, что они докупили тут раз, когда приезжали. Не знаю, может, у них поснимаю. В принципе, уже все снято в метро. Особо-то снимать уже нечего. Так. Ну, может быть, что-нибудь так поснимаю. Пойду тут даже карточку доставать, показывать при входе. Ну, что время уже без десяти четыре. Мы с Владимиром решили пообедать. Так, вот, дети, ну, просто поздно встали. И поздно влезли. Все, что Вероника, что-то заболел живот, потому что Вероника спал. Она улег спать пораньше. Вероника буквально спала, спала, потом чисто проснулась. Начала купить живот. Не знаю, погода, связанная с ней. Погода вот сменяется. Ну, да, передавали смех. Так, всем приятным аппетитом. У нас обедаем сейчас. Картофельный супчик. Вонила Татьяна с метро. Вкусно. Ну, не знаю, что-то там, к новому году, что взяла немножко. Там уже особо в браках. Не знаю, вот и есть, но вот цены, конечно, бешеные. Ну, как они, конечно, получат. А у Митры и будут они бешеные? Ну, в магазин, конечно, да, у них дешевый, конечно. Ну, есть просто. Ну, и выбор хороший, красивый. Ну, что, дешевые, это только в маленьких магазинчиках? Не знаю. Ну, в линей-дене я их не смотрел, в ленте. Мы смотрели там особо-то ничего хорошего такого не знаю. Ну, маленькие конфетки максимум будут стоить. Нет, я имею в виду новогодние, этот мишурейл, этот мишурейл. Аклоспортмастер, вот этот магазин. Такой. Ну, этот, как он называется? Аклоспортмастер, а этот мишурейл. Да, спускаешься. Ну, там же, какие-то, ну, там коляски продают, лобасы, минатор. Ну, да. А что там, ну, там же нет еще? Нет, ну, нет, ну, там тоже есть цены маленькие. Не знаю. И именно про новогодние игрушки какие-то, да. Ну, не знаю, что они там посмотрят, не знаю, посмотрим, покажут. Ну, мишурейл она должна была еще взять, вот, посмотрите. И вот, по-моему, дать, что-то хотела шарик у нас обезьян. То, что-то просто чисто символом года хотели. Ну, вот, шариков у нас так хватает, конечно, много. Мы еще, по-моему, их не привезли даже. Ну, по-моему, их попозже привезем. Шарик, конечно, хватает, она на шарик. А что-то хоть такое оригинальное, вот, мишурей, оригинальное. Вот, мишурей, символом, ну, года обезьяны, который будет. Ну, мишурейл вот эта вот красивая. Красивая, мне понравилась, действительно. Мне тоже. Ну, вот, и вот, не знаю, он был в ленте вчера, не знаю, почему-то я один купил, не знаю. Хотя я спросил, я думал, у нас на работу Дед Мороз с обыкновенным здесь эти свечки музыкальные, что Илюшил там надо, по-моему, доломал. Помнишь, что-то, что у нас стоял, да, маленький такой? А сколько он стоял? Раньше, не знаю, сколько стоял. Сейчас, думаю, он стоит 200 рублей, чтобы влезли. 200 всего лишь? Да, не знаю. Завтра, если мы, кстати, с Владиком собираемся на мульчинник сходить, да, чтобы с Владиком обычно на больничном. Вот, в понедельник за район я уезжаю. Я просто не вошел, не вошел, не вошел. Более народу будет поменьше. Хорошая динозавра, да? Ну, я хочу купить это в Дед Морозе заново. Ну, посмотрим. В смысле, Дед Морозе? Да. Завтра, если мы сходим, если он будет. Ну, он музыкальный, музыкальный. Ну, да, да, с гласточкой музыкальный. Завтра сходим, посмотрим, если еще останется. Потому что очень много народу на выходных. Тем более, в преддверии Нового года, конечно, все. Или закупают, покупают. Вот. Так, ладно, кушаем супчик. Сегодня, наверное, на вечер сделаем гречную кашку. Вот. И доедим салатик, наверное. Все. Там чайник стоит. Попетится. Ладно, так редко спят. Поедим. Потом они, Татьяна Андрея поедят. И, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Скажем, сегодня еще подальше все же воздухом на меня. Мне кажется, немножко потеплее, да? Ну, посмотрим, посмотрим. Может. Ладно, все. Увидимся. А, кстати, влог выгружается. Да. Хороший влог получился. Большой. Где-то пришлось наложить музыку, потому что, чтобы не получилось, как тот раз, что блокировал YouTube. Так что наложил уже немножко свою музыку, а остальные там, которые получится. Ладно, увидите. Нужна музыка лучше. Что, безобразница? Проснулась? Потрепала папу свою нерву? Да, пап? Пока в голову спать ее. Сереж! Ай! Ай! Ну да, ну да. Морюша живу. Покапризничала, да, тут? Капризулька. Вот он еще один идет. Да? Да. Кошелок. Ага. На ужин, да? Да. Прекрасно. Так, ну что, в принципе, по-былаю метро. Вот только что приехала. Ай! В принципе, я особо ничего не купила. Так, скажем. Мы так с Сережей созванивались. То, что хотела посмотреть, того не было, а то, что было очень дорого, скажем так. Да. Потом, Илюш, подожди. Потом так, купила чуть помелоче, чисто опять дам ему пачку макарон взяла. Таких раз мы не брали. Килограммовый такой вот. Владик, что ты там взял? Да. Дочь, дай мамочка пройдет сюда. Вот такой вот пачку макарон. Зеленую эту штучку купила. Ай! Ну, не достану я ее сейчас сразу. Такой вот шарик. Символ года на елку. Мама! Да, такой вот с обезьянкой. Что-то с обезьянкой. Да, что-то с обезьянкой было. Да. Я знала, что у нас шарки. Шары есть, да. Поэтому просто чисто символ года, как бы взяли на такой вот шарик. Мама! А! Что? А, календарик такой купила. Да. Но я хотела такого плана, как бы, взять, чтобы он стоял вот так вот. И здесь поставить его. Ну, вот так. Ай-яй-яй! Ироника уже лезет за ним. Ну, не было. Потом пришла такой вот 16 обезьянок. Хм. Обезьянки. У нас своих обезьянок хватает, да? Что там увидела такого? Салфетки. Такие три пачки еще закупила. Кстати, мне понравились. Салфетки по 35 рублей. Все на все. Абсолютно нормальные. Принято такие же, как и я. Ну, да. Каждый день, да. На подобии таких. Ну, цена 35 рублей. И ни аллергии, ничего. У ребенка нету. У нее, слава богу. Ай. Киски. Наши кукурмы взяла. Да. У нас там... А? А? Вчера не было его. Вчера. Вчера ездила. Да. Вот такой вот венчик взяла для теста. Мешать блинчики. Мешать. Мешать была american. А, там киска нарисованная? А, ну, в нашуру. Зеленая только была. Да. Только зеленая была. Красной уже не было? Красной уже не было. Не было уже красной? Ну, ничего нету там. Была только зелененькая. Ну, ничего. Вот так повесим, как-нибудь не сольется она. Какая-нибудь красивая. И бутылку в Финляндии взяла еще немного водки на Новый год, да, 07 такой вот, да, ну ее не было, поэтому визоляю. Литровая, да, мы взяли 07 такой вот в Финляндии на Новый год тоже бутылочка пускай стоит. Что ты? Что ты хочешь? Подожди, Илюш, подожди, ты, мама разденется, мамка пришла. Так, что, на ужин уже речка готова, что мы будем есть на ужин? Салат. Салат есть, да. Что ты пытаешься достать? Это чек пытаешься достать. Там пусто, уже ничего нету. Это чек. Чек, да, чек. Так, ну ладно, все, будем раздеваться, кушать, ням-ням будем. Мы будем, да, празднули. Она только празднуется у нас вообще. Поэтому буду сейчас только кормить обедом, скажем так. Ужжина будет всём позднее опять. Так и получается у нас. На улице? Кстати, на улице довольно-таки хорошо. Он так подмораживает, просто чудесное, сказала бы. Ну, мне, кстати, потемнело, все-таки такие вот облака Такие непонятные Все может быть, что и пойдет Попаду на улицу Да, пойдем Все, покушаем, пойдем, хорошо? Все, давай Сейчас будем кушать Ладно, увидимся немножко позже Итак, я уже покормила деток Сейчас будем собираться на улицу Пойдем немножко свежим воздухом Подышим хотя бы, потому что думали до обеда Решили повыляться, как мы говорили И сейчас я отвечу на вопросы Но не на все, а на которые Им обещала уже ответить Что выйдет в лох в понедельник А оставшиеся просто отвечу завтра во влоге Как бы они тоже Будут уже во вторник тогда Так, и первый вопрос такой Ксения Чернышева Татьяна, хотела спросить С того момента, как начали активно худеть кожа Лица стало намного ровнее и лучше Какие продукты исключила? Так, иди, хватай, одевайся Иди, хватай, одевайся скорее Вероника Так, ну что, начнем с того Во-первых, я исключила полностью сладкое Это сахар Я пью кофе и чай без сахара Что, Илюша? Ладно, либо попить, пожалуйста Ну а что ты кричишь? Там же кувшин стоит с водой Так, исключила полностью сладкое Мучное, пусть таки Особенно, что касается булочек Хлеб Хлеб я особо никогда не ела Поэтому для меня это не то, что было исключением Иногда, честно говоря, хочется Я даже не могу съесть кусочек Там или два кусочка хлеба Но это бывает настолько редко Что поэтому там раз в два в месяц Поэтому для меня особо это роль не играет Ну, в принципе, это больше всего мучное Сладкое, соленое Копченое Хотя я, конечно, копченую тоже редко ела Но все же полностью исключила соленого Я очень раньше ела много селедки Берем, там, соленый селедок Там, скумбрия соленая Тоже это исключила Что касаемо кожи лица Непосредственно В принципе, скажу так Что у меня никогда не было проблем с лицом Таких вот, какие у меня были последний год До беременности Вероникой Конечно, естественно Лицо было не идеальное Всегда что-нибудь там где-нибудь выскочит Бывало такое, как бы Такие моменты Но таких проблем с лицом Непосредственно у меня не было Когда я забеременела Вероникой Тогда у меня начались эти проблемы Именно во время беременности Всю беременность проходила Неизвестно с каким лицом И ничего не помогало Никакие крема Никакие мази дорогие Я даже к дерматологу ездила По этому поводу сказать Пока не родите, ничего не изменится А после родов, конечно Долгое время я восстанавливалась И даже лечила его Как-то на зе промазывала курс Зиерит, наверное Илюшенька, тише-тише-тише Поначалу Но тоже, опять же, ничего не помогало И честно, не знаю То ли то, что прошло время уже столько То ли то, что... Илюша, тихо То ли то, что я ухаживаю за кожей лица Ежедневно ухаживаю Ежедневный уход за кожей Может быть, это влияет хорошо Может, то, что, да, исключат на всякие сладкие Солености тоже дают свою роль, конечно Копчености сильно там, зажаренное такое В принципе, на данный момент, конечно, не сказать, что я полностью довольна своей коже лица Но по сравнению с тем, что было Сейчас я считаю, что это просто прекрасно Конечно, бывают моменты Но... Илья, Илья Владик, смотри, пускай закрутит Сломайте Смотри, сам закручивай, тогда нормально, давай Поэтому, мне кажется, надо ежедневный уход И, естественно, поменьше И сладкого, соленого такого вот Что вызывает какие-то отреакции в организме Так, дальше Так, дальше Кстати, у меня просили рецепт блинов Причем очень... Не один подписчик Что, так ударился? У нас Илюшка ударился об угол стола Животиком Пока успокоила его больно Так, и продолжаем Многие просили рецепт блинов Как я делаю Я скажу именно по рецепту И потом немножечко добавлю, как делаю я На 600 мл молока Мы добавляем 10 столовых ложек муки Чуть-чуть соли Чуть-чуть... А, это вообще сахар по вкусу Но я тебе, например, вложу 2-2,5 ложки сахара Два яйца Ну и масло подсолнечное Но кто-то добавляет его прямо в тесто Я, например, так не люблю Я всегда масло добавляю только на сковородку И, в принципе, все Больше ничего Я делаю блинов немножко побольше 600 грамм Получается примерно где-то 10-12 блинов У нас блины едят все Поэтому я делаю на литр молока Я добавляю 15 Где-то 15-16 ложек муки Также 2 яйца Когда одно, когда два Сахар И немножечко соли В принципе, все Так же, как обычно перемешиваешь Взбиваешь и жаришь блинчики А дальше уже со сметаной Я, как бы, сахар Чисто по вкусу Продолжение, значит, наши медведки любят немножко послаще Поэтому я добавляю 2-2,5 ложки столовых сахара И совсем немножечко Солюшки Соду я вообще не добавляю блины Я считаю, что лично мне не нравятся блины с содой Поэтому я делаю именно так Так Ирина Белова Таня, я хотела бы спросить Какое молоко ты даешь Веронике? Веронике мы начали молоко давать Даже, наверное, года нам не было Такую коробку, которая Молоко мы покупаем абсолютно разное Абсолютно разных марок Нет такого, чтобы там придерживаться чисто одной марки Тем более сейчас нашими ценами Ты родился, папа? Прибежала Но берем только ультрапастеризованное молоко Оно, получается, его можно уже пить Открываешь коробку, не кипятит, ничего Так как сначала мы брали просто пастеризованное Как-то попробовали-то изначально Что? Тихо, тихо Его надо кипятить А кипяченые дети у него молоко вообще не пьют Поэтому мы нашли выход из положения Берем ультрапастеризованное Его уже не надо, не кипятит, ничего Просто открываешь коробку и наливаешь в ребенку Подогреваешь и даешь Что? Пистолетик у тебя? Пистолетик, да? Так Так Скажите, пожалуйста, как опытная мама Как лечить детишко? Особенно Ильюшу Часто болеет Как адаптация в садике? Так, это Надюлек Солнцник на Ютубе Вопрос Что касается чем лечим, скажу сразу Лекарство все индивидуальное Потому что некоторые просто пробиваешь Никакого результата нету От кашля Именно если суховатый кашля Мне нравится стоптусин Нам он очень хорошо помогает Причем всем деткам Потому что пробовали и коделак Именно от сухого кашля Пробовали И Ой, забыла тоже название Чисто от сухого кашля Чисто вылетело Название Нам, например, особо не помогает А стоптусин нам подходит не всем нашим деткам Что касается кашля Когда влажного Например, я больше предпочтение Отдаю все-таки Абрамбексину Причем Абрамбексину Именно нашего производства Российского Нам Он очень Не лично Не он очень нравится Также Покупаем Амбробену Но Амбробена Это уже Ну не знаю Как бы Все равно Как бы я покупаю Именно на нем дышим Например, ингаляция Делась Амбробена Даже пропивали Амбробена Но все равно Больше предпочтение Я даю все-таки Нашему Абрамбексину Обычному Что касается Капель в нос Это Протолгол Сейчас появились новые Опять все время Забываю название Тоже как из Протолгол Только Уже там разбудишь сам Делаешь их Больше всякими Такими Такими Средствами Все-таки Больше Потолголом Я пользуюсь Именно для носа Ну а горло В принципе Как обычно Это ингалипт Это Всякие Любые средства Для горла Которые Можно по возрасту Что касается Адаптации саду Но все детки разные Также адаптируются Тоже по-разному Например Владик у нас Болел очень редко Но Пошел сад Поначалу Поначалу болел Но не так часто Ну что такое Владик Сделай У меня батарейки выпали Наигрались Накидались Но если он у нас болел У нас редко Но метко Мы по две недели С температурой На больничном Ильюша Как видите У нас Тоже поначалу Очень болел Когда мы Вошли еще В ясли Изначально В Людинове Тоже Выходим Чуть-чуть И опять заболели Выходим Чуть-чуть И заболели Но у каждого Опять же повторюсь Адаптация Саду Своя По времени И поэтому Кого-то это может быть Месяц Кого-то это может быть Два Кого-то это может быть Полгода Причем Полгода Я беру не то Что там не на болезни А это вообще Когда полностью Ребенок Адаптируется В садике Да, Илюшкин? Так 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 У нас У кролика Опилки Когда Носится по клетке Все летит В разные стороны Хотим перейти На гранулы Так Ну во-первых Гранулы Начнем с гранул Гранулами Мы не пользуемся Мы пользуемся Древесно Даже гранулами Кроликам Нельзя Пользоваться Мы пользуемся Вот такими вот Древесным наполнителем Не обязательно Что именно такой Я покажу Точно Тоже Семь Чем мы Это зонник И еще Сейчас покупаем В ленте Тоже Там Немножко подешевле Тоже такой же Древесный наполнитель Это стоит Где-то 100 с копеек Там 60 с копеек И я В принципе Этим наполнителем Вполне довольна Что из ленты Что Вот этим зонником Что касается Гранул Ни в коем случае Нельзя Ими пользуются Как для кошку Такие Это именно Гранулы Силикогелевые Это Ни в коем случае Пользоваться Для кроликов Нельзя Так Так И еще У вас Кроль сена Грызет Да Грызет Да Мы ему даем сено Специально Ему покупали Упаковку Это нам присылала Наша подписчица Упаковку Сена Для крышевого кролика И мы покупаем Упаковку Конечно Не каждый день Я ему даю его Но изредка Раз за два В три неделю Так По чуть-чуть Я ему обязательно даю Так Ну что Пока наверное Это все вопросы На которые Я думаю Отвечу Не то что Все Эти вопросы еще есть Но просто сейчас Мы будем собираться Уже на улицу На все оставшиеся вопросы Сзади Отвечу Завтра во влоге Что ты взял Мой телефончик Что ты взял Так Все убирайте Давайте одеваться на улицу Владик у нас смотрит Биаклон Да Что такое Что Троируешь Что ли Наша Да Пятая Вот У нас Илюша Мини блогер Да Илюша Мини блогер Так Ладно Увидимся Немножко Вот Так Попозже Итак Ну что Время уже Пол девятого Да Мы пришли с улицы Буквально минут Пятнадцать назад Пока Разделись Пока Разогрели кашу Греченую Варим компотик Деткам Мишневое Сегодня Что Погуляли на улице Правда Темно Ничего Мы не снимали Татьяна сходила Тероника купила Перчаточки Варежки Варежки Да Новые Ну возле дома Темного Просто побегали Конечно Прохладный ветер Прохладный Еще На следующей неделе У нас будет елочка Уже Воскресенье 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 В том году Мы и стали По-моему 6 декабря Или 7 В принципе Так и получится Почти так же В следующем году То есть Там 5 Что он поставил Да Елочку Да Вот уже Пусть Ну пусть Ну пусть Ну пусть На ходьбе снега Но будет праздник Все-таки Наряжать дом Ну да Конечно Еще прикупим Конечно Что-нибудь Да Что-нибудь Прикупим Потому что На окна Навряд ли У нас На окно Мы уже Одну взяли Потому что Там он Закрывается Окна А так Вот именно Баннер у нас Есть Новогодний Все это Есть Даже два Баннера У нас Есть Новогодний Да Два Баннера Посмотрим Что это Вы видите Прекрасно Так Что Сейчас Будет пить Сейчас Давай кашку Кушай Вкусную Гречневую Давай Остыло Наверное Пока Сидите Разрогольствую Там Много Выпало А что Там у тебя Что не так Так Ну что Мы с Владиком Идем На мультик Хороший Динозавр Как уже Говорили Попало Так Что Владик На больничном Посмотрим Дарова Будет Коротенький Ну это Будет Завтра Ладно Сегодня Мы прощаемся Да Ладно Все Всем приятного Просмотра На Всем пока На Отвечу Завтра Влоги Я же отвечала Отвечу Завтра Влоги Кстати Всех с праздником Днем матери Поздравляю Всем Всем терпеньем Мамочкам И здоровье Самое главное Да Все Крапузами Ну что Прощаемся Всех с праздником Пока Пока Сегодня Вероника Первая Так Я сказала Уже А да Всем киски Ночью Пока Ночью Да К другу Да К Диме Да Соскучился Да Надо было пострить Чего Ладика Тоже Ладно Перед Новым Годом Через неделю Мы пострием Так Ну что Подписывайтесь на канал Оставляйте комментарии Ставьте лайки Дизлайки Кому что нравится Всем до встречи Всем пока И увидимся С вами завтра Уже Последний день Осенью 30 ноября Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok